Наше внимание явно смущает сыктывкарского героя. Про себя он говорит «я обычный человек» и свой поступок не называет подвигом. Уверен, это нормально, когда люди приходят на помощь друг другу. И уж точно нет здесь ничего героического. Что заставило? Не знаю, человеческое отношение к людям. Когда люди в беде, надо помогать друг другу. Мое личное мнение. Делать больше добра, добро вернется, поэтому надо жить. В тот день он отдыхал на берегу Вычигды. Просто загорал. Водные процедуры в планы не входили. После обеда собрался домой, но пришлось задержаться. Услышал крики, полез в воду, вытащил девочку, потом вернулся за бабушкой, помог бабушке, вышел. Бабушка была, ну, чуть-чуть в панике, шоковое состояние у них было. А вот циктовкарка Антонина Казакова тот день вспоминает более эмоционально. Пока барахталась, барахталась, потом как меня схватили за руку вот так, да, с такой силой, как вот он так меня вытянул, да. Потом я дальше, это самое, барахтару, потом некоторое время прошло, он опять меня так вот это самое схватил. Но я никогда не забуду вот эту силу, понимаете, с какой силой он меня вот это вытаскивал. И вот так несколько раз он меня вот так тянул. И потом, я уже когда поближе к берегу была, я уже увидела, что внучка сидит у меня там на берегу, да. Своего спасителя в телефоне она записала просто Евгений. Они до сих пор созваниваются. А 17 июля для Антонины Казаковой и ее внучки Ани теперь второй день рождения. Сыктывкарка уверена, не будь в тот день на берегу Евгения Мартынова, это интервью мы бы точно не записали. Ведь на крик о помощи, кроме него, никто из задыхающих почему-то не отозвался. О нем, во-первых, вспоминаю два раза в день, утром и вечером, когда молюсь. А так вот, знаете, как бы сказать, это же не компьютер, вот мысли, не выключишься с головы. У меня каждый день вот это приходит, что вот могло бы меня и вот, скажем, самое-то главное, моей внучки не быть. А еще Антонина Казакова дополнительно отблагодарила своего героя. По номеру телефона пополнила банковский счет сыктывкарца. Евгений Мартынов, в свою очередь, всю сумму перевел в благотворительный фонд «Сила добра». На лечение участницы акции «Спасти ребенка» Даши Кузнецовой. Так у этой доброй истории спасения появился еще один участник.